Добрый день, уважаемые друзья, зрители, подписчики! Всех приветствую на своём канале Мерсин и мой блог, где я говорю о том, как я живу в Турции, как я купила здесь квартиру, какие здесь цены на жильё. И сегодня разговор пойдёт как раз-таки об этом. О прогнозе цен в 2023 году. Такой прогноз давать очень трудно, потому что существуют совершенно полярные мнения. Одни говорят о том, что цены на жильё будут повышаться, а другие говорят о том, что они будут понижаться. Вот что выбрать? Конечно, можно погадать на картах или на кофейной гуще. Есть, наверное, какие-то приметы, такие аналитические, по которым мы можем сказать с более вероятной точностью, чем гадание на картах или на... там, как осьминог Пауль в Германии предсказывал исход матчей. Мы можем сказать, основываясь на какие-то там, скажем, особенности сегодняшнего дня, о том, будут ли цены повышаться или всё-таки они будут снижаться. Но мы рассмотрим это вот именно на основе сайта Сахибинден. Если мы туда зайдём, то самая минимальная цена на однокомнатную квартиру... Мы сейчас говорим о нормальных квартирах, не о тех, куда надо ещё вкладывать кучу денег, чтобы сделать там ремонт, да, и кучу денег для того, чтобы потом там нормально жить. А мы сейчас будем говорить о таких квартирах, в которых можно зайти и всё-таки там жить, а не думать о том, что тебе ещё там надо какое-то время где-то жить для того, чтобы эту квартиру привести в нормальное состояние. Зайдя туда на сайт этого Сахибинден, есть такой сайт, типа нашего Авито. Вы все можете туда, кстати, зайти. Там нужно включить перевод на русский язык и посмотреть, какая ценовая политика сегодня существует на рынке недвижимости. И вот, когда, значит, мы там посмотрели, то увидели, что квартира 1 плюс 1 в Тедже. Я сейчас рассматриваю всё-таки не Аланию, не Анталию, там уже очень высокие цены, всё-таки вот такую среднюю ценовую политику, которая пока держится в Мерсине. Вот взяли Тедже, потому что это район всё-таки газифицированный, с развитой инфраструктурой, находится он совершенно близко от центра города. Там буквально 20-30 минут и вы оказываетесь в центре города, в любой точке города. Поэтому, исходя вот из этого, мы взяли 1 плюс 1. Вы помните, что такое 1 плюс 1? То есть это кухня, совмещенная с гостиной и приватная комната-спальня. Что является отличием с нашими однокомнатными квартирами в России? В России, наоборот, значит, идёт гостиная, совмещенная со спальней в однокомнатных квартирах, да, и такая небольшая кухня. Всё. А тут, наоборот, евро, как бы евро-двушки, вот они считаются, у нас в России называются евро-двушки. Гостиная, совмещенная с кухней и спальня. Итак, если мы возьмём Тедже, то такая более-менее квартира, в которую можно заехать и жить, будет стоить 1 миллион турецких лир, что составляет 53 200 долларов на сегодняшний день. Если переводить в российские рубли, то на сегодняшний день 1 турецкая лира равна 3 рублям 66 копейкам. То есть, очень легко считается, значит, 1 миллион турецких лир, значит, 3 миллиона 660 тысяч российских рублей. И по нарастающей. То есть, так же, как в России, если мы 1 плюс 1 берём за 1 миллион турецких лир, то каждая следующая квартира добавляет 500 тысяч турецких лир. То есть, 2 плюс 1, это уже будет 1,5 миллиона турецких лир. 3 плюс 1, 2 миллиона турецких лир. И выше. То есть, мы сейчас вот по этой минималке проходимся. То есть, конечно, там, если считать квартиры с техникой, с мебелью, да, если, например, установлен уже газовый котёл, то здесь уже, конечно, нужно добавлять стоимость. Вот. Ну, а вот минимальная, скажем так, голенькая такая квартирка, да, ну, как голенькая, вы же помните, что в Турции квартиры не продаются совершенно пустые. Уже оборудованный санузел, там есть душевые кабины, значит, зеркало, подвесные унитазы, как правило, потом, значит, комплект вот этот вот умывальника с полочками, там, всё-всё-всё, да. Плюс, значит, входная зона – это шкаф и полностью кухня укомплектована. И даже иногда бывают в заловых зонах, где зона ТВ, тоже устанавливаются стенки. И также бывает гардеробная, устанавливаются в спальных комнатах. Вот. Всё, значит, облицовано плиткой, все балконы, всё-всё-всё, даже застеклённые балконы тоже присутствуют. Вот о таких квартирах мы сейчас говорим. Значит, понятно, да? То есть, 1 плюс 1 – это 1 миллион турецких лир, 2 плюс 1 – это 1,5 миллиона турецких лир, соответственно, 80 тысяч долларов, и 3 плюс 1 – это 2 миллиона турецких лир, что составляет 106 тысяч долларов. Вот примерно по этим ценам, если вы приедете на сегодняшний момент, вы сможете купить здесь квартиру. Говоря про наш комплекс, у нас комплекс, который средний такой. Он и не такой, прямо скажем, элитный, да? Но не из последних. Наш комплекс называется «Ботаник». Он состоит из трёх домов. Вот такие комплексы называются они «Сите» по-турецки. Это, значит, комплекс домов. У нас огорожен этот комплекс. Имеется система видеонаблюдения, имеется парковка, имеется, значит, охрана. Потом, значит, у нас бассейн взрослый, детский, детская площадка, волейбольная, баскетбольная. Потом, значит, у нас тренажёрная площадка, генератор. Так что у нас ещё есть зона барбекю. Вот это всё как бы входит у нас в наш комплекс. И почему я не говорю, что он какого-то там премиального класса, потому что в таких комплексах, как правило, есть ещё крытые и закрытые бассейны. Вот. Горки также имеются. И внутренние детские игровые комнаты тоже имеются. В таких вот более элитных. Также есть подземные парковки. Потом на крышах, вот крыши оборудованные, там можно подниматься тоже, ну, как бы там какие-то праздники проводить. В общем, поэтому вот у нас хороший комплекс, да? На твёрдую-твёрдую четвёрку. Вот. Но он не премиум класса. Вот если взять сейчас цены в нашем комплексе. Кстати, я хочу сказать, что здесь квартиры 1 плюс 1 у нас нет. У нас только 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Ну, как говорится, одно другому не мешает, да? Вот. 1 плюс 1, значит, исключаем. 2 плюс 1. На сегодняшний момент в продаже квартиры. Первый этаж 2 плюс 1 – 100 тысяч долларов. Это у нас с мебелью, с техникой. 2 плюс 1 – пустая квартира. Второй этаж турецкий, это третий наш русский, да? 106 тысяч долларов. Я хочу сказать, что такое первый этаж в Турции. Есть нулевой этаж. Это куда мы входим, садимся на лифт. И там никаких квартир нет. И вот потом уже идёт первый этаж. Это, получается, второй российский. Потом, значит, второй турецкий – это третий российский. И так далее. Потом, значит, у нас есть квартиры в продаже и 3 плюс 1. 1 – это первый этаж с мебелью, с техникой, 130 тысяч долларов. Дальше 3 плюс 1 у нас есть за 135 тысяч евро на восьмом этаже. Вот. И пустая квартира А с мебелью, с техникой, с газом она 135 тысяч евро. И пустая на девятом этаже 145 тысяч евро, что составляет 156 тысяч долларов. Давайте ещё раз я так пробегу. Значит, смотрите, 2 плюс 1 в нашем комплексе есть квартиры на продажу. На первом этаже такие квартиры стоят 100 тысяч долларов. А потом второй этаж – 106 тысяч долларов. Дальше есть у нас квартиры 3 плюс 1. На первом этаже с мебелью и техникой квартира стоит 130 тысяч долларов. На восьмом этаже с мебелью, с техникой и с газом 135 тысяч евро. Что составляет 145 тысяч долларов. И пустая на девятом этаже 145 тысяч евро. Что составляет 156 тысяч долларов. Это просят. Вот продают и хозяин вот эту цену называет, просят. Вопрос. Кто купит? То есть торговаться нужно, понятно. Но теперь факты. Факты такие, значит, на седьмом этаже купили квартиру 2 плюс 1 за 83 тысячи евро. И 3 плюс 1 на первом этаже 90 тысяч евро. Ну это первый этаж, то есть седьмой этаж. То есть цена такая. Чем выше этаж, тем дороже. Вот такие вот, значит, реалии. Будут квартиры дальше дорожать в 2023 году или нет? Какой прогноз? Послушав других своих абонентов, да, друзей своих, риелторов, были, называются очень резкие причины. Во-первых, знаете, о чём говорят? Почему цены будут падать? Потому что спрос рождает предложение. При снижении спроса цены упадут. Это первое, говорят, что. Потом то, что рынок развивается по синусоидному графику, то есть сейчас идёт подъём, значит, должен быть очередной спад. И именно по спекулятивным ценам. Тоже есть такое. Дальше что ещё говорят? Почему цены будут падать? Или наоборот, там, да, расти? Потому что вот пиковые значения не достигли. Ну вот опять же в Мерсине, да, может быть там в Стамбуле, в Аланье, в Анталии, они уже достигли своих пиковых значений. Но у нас в Мерсине пока ещё вроде бы не достигли. Но это опять же, вот они говорят об этом. Теперь о чём хочу рассказать я вам. Я сделала очень просто. Я сделала так. Восемь минусиков, что цены не будут расти. И четыре плюсика, что цены будут расти. Я сейчас прочитаю быстренько, да. Смотрите. Почему могут цены расти? Потому что строительные материалы дорожают. Инфляцию никто не отменял. Дальше. Что ещё может повлиять? Земля под застройку также дорожает. Третье. У нас в Мерсине скоро введут в эксплуатацию аэропорт. И сюда, конечно, само прибытие, сюда упростится, да. И люди, естественно, поедут со всего мира, не только с России. И инвестиционная привлекательность на старте продаж, она пока ещё остаётся. Теперь, почему они не будут расти, эти цены, а будут снижаться? Потому что сейчас отменили туристическое ВНЖ. То есть, людей становится меньше, которые бы здесь хотели зацепиться за этот наш город. Да? Появились закрытые районы для иностранцев. То есть, там, где перенаселение. Я знаю, что в других городах больше таких районов. У нас в Мерсине они тоже появились. Но их не так много. Дальше. Стала сложна сама покупка. То есть, для того, чтобы купить квартиру, нужно выполнить массу условий. Там и 75 тысяч долларов, и какие-то там справки с банка. И там нужно положить, и обменять. Положить там валюту, обменять на турецкую лиру. В общем, вот это всё, конечно, тоже людей останавливает. Вот. Теперь, значит, сложность получения ВНЖ. Вот эти экспертные оценки, да. Потом, значит, повышение самих цен в 2022 году несоразмерной инфляции. Потом, значит, турецкое население стало неплатёжеспособным. И даже есть какие-то там течения, такие вот как бы выкрики, что зачем столько народу понаехало. Теперь вот из-за этого наши турецкие сыновья, дочери, наши турецкие дети. Мы не можем купить квартиру и обеспечить их жильём. Ну, конечно, также минусом является то, что цены достигли каких-то своих максимальных значений. И то, что, конечно, квартиры не продаются по таким высоким ценам. То есть, идёт стагнация рынка. Сейчас, получается, рынок продавца. То есть, продавцов много, покупателей мало. Если раньше вывеска там висела 2-3 дня, и уже всё, покупали квартиру, то сейчас эти вывески висят и висят и висят. То есть, это говорит о том, что покупательский спрос упал. Теперь, значит, лично моё сугубо моё мнение о том, будут ли подниматься цены на квартиры. Самая благоприятная ситуация для всех россиян – это укрепление российского рубля на валютном рынке. Представляете, если одна лира будет соответствовать одному рублю? Всё. Тогда, да. Тогда цена на квартиру в Турции будет адекватная. Тогда россияне смогут спокойно, те, кто планировал, спокойно купят здесь жильё. Это жильё будет доступно. Ну, опять же, исходя из моих сегодняшних соображений, если однокомнатная квартира – 1 миллион турецких лир. И если один к одному будет, значит, 1 миллион рублей. Ну, конечно, россияне это купят. Поэтому основной прогноз – это мой. Это прогноз укрепления российского рубля на мировом рынке. От чего это будет зависеть? Конечно, от политических событий. Как повернётся всё это? Значит, вот эти вот события, как они повернутся? Чем закончатся вот эти вот события, которые у нас сейчас происходят? Вот всякие там военные действия на Украине и всё. Каким образом всё это развернётся? Вот таким образом у нас и цены в Мерсине будут соответствовать вот этому как бы повороту событий. Так что, конечно, хотелось бы, чтобы всё благополучно закончилось. Чтобы к какому-то мировому соглашению пришли. Чтобы российский рубль действительно отстоял себя как валюта. Пускай деревянное там, некоторые, как говорят, неважно. Главное, чтобы считались нашим рублём. И, не знаю, кому-то, может, моё личное мнение не понравится. Кому-то там понравится, да, понятно. Есть разные люди, разные люди по-разному мыслят, понятно. Но я высказываю только своё мнение. Я-то россиянка, поэтому я говорю... И я вообще считаю, что Россия – это великая держава. С такой территорией, понимаете, с такими ресурсами. Но не считаться с нашей страной – это вообще, не знаю... Это как надо вообще... Как надо себя чувствовать, да, в этом мире, чтобы не считаться с Россией. Да такого никогда не было в нашей истории. Поэтому вот мой личный прогноз, он и основан на том, что на укрепление российского рубля. Я думаю, что цены на квартиры в Турции снизятся в 2023 году. Потому что наш российский рубль укрепится. Соответственно, все валюты немножечко упадут. В том числе и турецкая лира. И тогда... Всё, мы можем опять, значит, вкладывать свои деньги, там, инвестировать. Или покупать для себя, для своих детей. В общем, как говорится, вот эта прекрасная страна нам опять откроет свои объятия, свои двери. И мы будем спокойно сюда приезжать, отдыхать и жить. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. До новых встреч. Не забывайте, что каждый ваш колокольчик, каждый ваш нажатый пальчик вверх или вниз, да, продвигает моё видео. Прошу, пишите комментарии. Оставляйте свои какие-то прогнозы. Потом, может быть, по тем, как бы, комментариям и прогнозам, которые вы оставили под моим видео, я, так скажем, обзорный какой-то ролик сниму. Именно, кто как прокомментировал. Возможно, что 2023 год закончится. Наступит 2024. И можно будет подвести какие-то итоги. А сейчас до новых встреч. Всем хорошего настроения, радости в жизни, здоровья. Пишите, звоните. Всегда на связи.